привет друзья сегодня на канале вот мы пробуем бюджетные варианты коньяков эти напитки можно приобрести как в сети магнит так и других сетей типа перегресток карусель недавно карусель закрылся недалеко от нас но я успел ухватить такой замечательный грузинский коньяк ну и кажется чтобы долго не разглагольствовать нальем кстати вот на этот коньяк бурсам сдели делал обзор к денис шашкин денис привет большой тебе но тебе я попробую его ему конечно не очень зашел мы посмотрим насколько он реально плохо или хорош но разольем как всегда пробка с прессованной крошки я уже пробовал кстати только не на обзоре секрета тифлиса сокровище продам сокровище тифлиса и не более-менее понравился вот и как бюджетный вариант по цене не могу сориентироваться точно по моему они все в районе 500 рублей может даже по акции и дешевле найдется вот если это открылся хорошо бурсам сдели то тифлис уже приходится помучать с ним вам попробую вот так открыть от купой кстати здесь тоже также используется крошка прессованная но крышка сама пластик обычный пластик итак информацию по бурсам сдели я не нашел нигде поэтому почитаем до дата розлива 39 20 этот напиток и 15 7 20 считаешь прошлогодний импортер экспресс вин а него пятилетний у нас пяти леточки и здесь самое интересное написано коньяки кавказа не знаю что хотел сказать эти производитель но у меня ассоциация коньяки кавказа почему-то идет первоначально это у меня лично у вас может другое меня именно армянские коньяки не знаю посмотрим что все представить такого пятилетние по цвету они у нас идентичны абсолютно ну и пока они тут зреют почитаем что у нас здесь говорится так пятилетние бурсам дзели дистиллята коньячные выдержаны не менее пяти лет дубов в бочках вода питьевая мягченая сахарный сироп ну да 2 ну видно сразу что добавка есть сахарной кольеры а и простой производитель производитель изготовитель у винодельня и ронсан южная осетия город скинвал поселок консервного завода скинвал короче это у нас здесь же у нас производитель другой произведено из винограда сорта кацетели это регион кахетия уже 14 года здесь производство нас кахетинский традиционные виноделия но и необычное то что бутылка немножко не грузинского формата вот это я привык именно когда грузины делаю бутылки такие вот продолговатые вот длинные такие равно симпатичные здесь же здесь это понятно грузинская здесь что необычное такое но не оба вот вырезаны какие-то тут надписи на грузинский как я понял здесь вот надписи на узоры виноградные лозы ну и так далее в общем бутылочки по оформлению вот это принципе тоже неплохо но это мне нравится больше именно по форме если встречать по этикетке то это хорошее коротко буквально пробежимся по произведению сокровищ тифлиса как вы знаете что стифлис это известный город и в дань уважения создали именно данный напиток как бы богатой истории виноград же исключительно высшего качества выращенная в особенном климате региона кахетия коньяки сокровища тифлиса торговая марка компания синергия если слышали конечно изготавливается на производственных мощностях компания кахинской традиционной виноделия о чем я уже прочитал на этикетке сама компания синергия ныне белуга групп является крупнейшим производителем алкогольной продукции на рынке россии продукции представлена более чем 70 странах мира но главных соответственно располагается здесь москве такие бренды возможно вы слышали они упускают как мягков беленькая государь в заказ белуга веда и брэди золотой резерв но золотой резерв я пробовал давно уже не помню но говорят что это шмурляк счет от не помню честно говоря а также кроме того синерги они являются официальным дистрибьютором таких вот брендов как камю вильям грантс и санс но и соответственно общая производительность мощность про именно общая составляет более 15 миллионов дека литров но это буквально коротко и так здесь у нас сокровище тифлиса здесь у нас бурса взяли по аромату того не будем долго тянуть вы знаете я думал что будет хуже здесь какой-то примешивается аромат то ли резинки то ли какой-то отсыревший кожи но дуб я здесь слышу дуб четко именно он преобладает есть большей части сухофруктовые ноты идут и спиртоза си не ощущается по крайней мере в аромате ну что ж я честно говоря думал что будет хуже молодцы пока пока молодцы посмотрим что у нас сокровище тифлиса представит здесь он менее насыщенный такой как здесь но больше в аромате слышно разных оттенков есть какие-то цветочки слабый дуб совсем слабенький дуб ну и сухофруктовые ноты я полагаю вообще ему нужно дать поставить подольше но мы как говорится не возьмем на совсем небольшую паузу посмотрим что дальше будет прошло 10 минут дал я постоять данную напитку подольше смотрим что у нас представляет себя бур самсдели посторонний аромат который я изначально услышал это сыра вяленая как но не сырая а царевшая кожа ушел появились цветы сухофрукты дубовость ушла кстати тоже он раскрылся более приятными на мой вкус на мой аромат приятными тонами ну да и пожалуй больше здесь ничего не слышу да цветочный такой сухофруктовый я бы сказал оттенок что же у нас окрой стифлиса представить из себя здесь мягче аромат цветы более стал стали как бы вылезать на первый фон сухофруктов шли на второй фон дуба не слышу вообще он помягче но победнее будет вот данный момент вот я сейчас сравниваю бур самсдели оказывается по аромату выигрывает на мой вкус аромат опять-таки у вас может быть другое мнение не обязательно принимать мое мнение за аксиому ну за вас ребят попробуем начнем денис пробуем лих слегка и спиртуозный обжигает кончики языка но после вкуса сухофрукты дуб какие-то специи фоне есть точно не могу сказать но сухофруктовый дуб здесь вылезли на первый фон и его пить можно ребят за свою цену который он стоит по акции если урвать я повторюсь магните брал за где-то четыреста чем-то рублей по моему точно не буду брать где-то в этом диапазоне вот сокручки фонжере спиции с�sold они по-тругому варене а то что может можно было alternatives то это классноеFL копаментная связь с педаем на этом все еще получается салатами поэтому ватки разберусь также может быть боевика как он видит все-таки такую коньяк варене за сумасшедшие по хоровыми и по-другому варене это значит что здесь отлично но второй глоток опять-таки за вас да он характером но второй глоток пошел лучше уже не так обжигает но что-то в нем есть такое перечная что ли такое сладко-сладкий сладко-кислый кисло-сладкий даже горький даже чуть-чуть но не сильно выражены неплохо очень даже неплохо вот что-то тут есть сокровище тифреса такое мне незнакомое совсем что-то тут примешивается наверное какой-то все-таки не химоза нет что-то здесь добавки какие-то пищевые есть не непонятные деревяшки нет сравним пробуем за вас мои друзья знаете они на одном уровне мне кажется чуть по спирту возни сокровище тифреса для больше рецепторов он ожог именно обдал именно вот эти вот спиртом и держится дольше в аромате тут более выражены цветочки здесь можно больше разобрать аромат во вкусе он более спиртуозный после вкуса у них непродолжительное от них ожидать особо нечего все-таки это бюджетный вариант но в целом оба представителя показать себя неплохо но в данном случае не обижаясь и вниз я даю предпочтение бурсамсделе здесь можно как покопаться в аромате как по распознанию тонкие какие-то нотки определенные так и во вкусе он более мужской я бы так сказал более мужской он более привычный именно для меня лично для меня для тех кто привык более жестким напитком этот более мягкий в аромате больно бедный и он жжется он обжигается взять его я рекомендую или нет ну как попробовать ребята стоит крайне мере попробовать его стоит если получится найти меньше тари для начала попробуйте и за если вообще меньше тари но напитки они оба принципе неплохие так принципе неплохие бурсамсделе в этой битве побеждает и так пейте только качестве напитки и низу употреблять до новых встреч пока